Кипарисия, это небольшой город на юго-западе Пелопоннеса, в Мессинии, на побережье Ионического моря. Это административный, деловой и культурный центр района Трифилия. Население города, около 5000 человек. В древности название города произносилось как Кипарисиэнтос. Название происходит либо от кипарисовых лесов, окружающих город на заре истории, либо непосредственно от имени Кипариса, охотника и друга бога музыки и света Аполлона. Первое упоминание о Кипарисии принадлежит Гомеру. Кипарисия находилась под властью Пилоса, владения царя Нестора. По словам Гомера, Кипарисия участвовала в Троянской войне, отправив 11 кораблей. Позже Кипарисия была порабощена спартанцами вместе с остальной Мессинией. Тем не менее Кипарисия была культурно, экономически и коммерчески процветающим городом. Известно, что в городе были храмы Аполлона и Афины. В византийскую эпоху Кипарисии получает название Аркадия. На древнем акрополе Кипарисиэнтоса была построена крепость Аркадия, также известная как замок гигантов. Город, тем не менее, стал приходить в некоторый упадок. Во времена франкократии, в XIII-XV веках, Аркадия становится центром баронства, входившего в состав Ахейского княжества. В 1460 году Аркадия перешла под контроль Османской империи и оставалась в ее составе до начала войны за независимость, за исключением 30 лет венецианского правления. Во время турецкого владычества Аркадия получает существенное развитие как торговый центр региона. Город был разрушен Ибрагим Пашоев в 1825 году, а после восстановления, уже в составе возрожденного греческого государства, он вернул свое древнее имя Кипарисия. В конце XIX, начале XX века, Кипарисия процветала благодаря торговле изюмом. Во время Второй мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны, город сильно пострадал, однако сумел залечить свои раны. Современная Кипарисия делится на два района. Верхний или Старый город, расположенный на склоне горы, и который был объявлен традиционным поселением, и второй, Нижний или Новый город, недавно застроенная территория, доходящая до берега. Нижний город построен по регулярному плану, здесь расположен муниципалитет, банки, магазины, больница, стадион, большинство ресторанов и гостиниц. Здесь живет основная часть населения города. Кипарисия имеет одну из самых современных станций биологической очистки сточных вод, в результате моря и пляжи Кипарисийского залива являются одними из самых чистых. Несмотря на это гостиниц относительно немного, иностранных туристов мало, в основном здесь отдыхают сами греки. Прекрасные песчаные пляжи Кипарисийского залива являются важным местом размножения охраняемой морской черепахи карета. При муниципалитете действует отделение Ассоциации защиты морских черепах. Имеется небольшой порт, но регулярных морских рейсов нет. Также в Нижнем городе имеется железнодорожная станция, она была открыта в 1892 году, но в 2010 году железнодорожное сообщение прекращено. У станции установлен паровоз-памятник немецкого производства времен Первой мировой войны. Теперь основной вид транспорта автомобильный. Недалеко от вокзала находится автостанция, откуда можно уехать в Афины, Патру Каламату. Автобусное сообщение достаточно интенсивное, можно отправиться в однодневную экскурсию в современный Пилос, в Древний Пилос, дворец царя Нестора, в Каламату и некоторые другие места. Основная точка притяжения в Кипарисии, это центральная площадь Нижнего города, где проводятся различные общественные и развлекательные мероприятия. Местные обычаи, фестивали и праздники отличаются своей уникальностью, а общественная жизнь очень активна. В Нижнем городе расположен собор святого Афанасия, покровителя Кипарисии, и кафедра митрополита Трифилии и Олимпия. Из исторических достопримечательностей в Нижнем городе есть только несколько старых зданий и древний священный источник Дионисиада в современном оформлении. Напротив, верхний город имеет хаотичную старую застройку, здесь почти нет магазинов, но исторический центр Кипарисии находится именно здесь. Тут можно увидеть руины старых особняков местных аристократических фамилий, старинные мощеные камнем улицы, остатки турецкого хамама и руины мечети, множество источников фонтанов и другие старинные сооружения. Здесь расположена главная достопримечательность города – средневековая крепость. Благодаря расположению крепости, с ее стен открывается прекрасный вид не только на город, но и на его окрестности и берега Ионического моря. Современную планировку крепость приобрела преимущественно во франкский период, когда была проведена ее существенная перестройка. Во второй византийский период крепость была модернизирована. Некоторые изменения были внесены и в период османского ига, и во время венецианского правления. Во время национально-освободительной войны крепость была разрушена и более не восстанавливалась. В 1970-х годах на территории крепости был построен небольшой амфитеатр, где иногда проводятся различные культурные мероприятия. Неподалеку от крепости на возвышении стоит церковь Святой Троицы, бывший кафедральный собор, расположенный на месте древнего храма Афины. Надо сказать, что несмотря на древнюю историю, археологическая зона в Кипарисии закрыта и не представляет большого интереса. Музея тоже нет. Обнаруженные находки экспонируются в археологическом музее Каламате. Почти все раскопки носили спасательный характер при строительстве или реконструкции различных объектов. У церкви Святой Троицы начинается главная улица Верхнего города. Она часто служит местом проведения весьма самобытных мероприятий, организуемых при участии Ассоциации защиты и возрождения Верхнего города, фольклорного музея и других общественных организаций. На другом конце главной улицы Верхнего города расположен Ироан, памятник павшим в сражениях за свою родину. На дороге, идущей от Ироана в Нижний город, находится самый известный памятник Кипарисии, который установлен в честь Элени Иоаниду, ставшей символом греческой матери, посылающей всех своих детей на защиту страны. В окрестностях Кипарисии заслуживает внимание археологическая зона Перистерия, где сохранились интересные объекты Микенской эпохи. Спустившись по тропе, можно осмотреть интересный и притягательный природный объект, ущелье Сталактитов. Расстояние до Перистерии по дороге, около 10 километров. На таком же примерно расстоянии от города находится исторический монастырь Катсемикадос, основанный около тысячи лет назад. Несколько далее поворота на монастырь, можно найти малоизвестную и заброшенную археологическую зону Мурятада, где сохранились остатки строений Микенского периода. Рядом с Кипарисией находится деревня Мили, куда легко дойти пешком. Там можно посетить восстановленную и работающую традиционную водяную мельницу, при которой открыта лавка с местными продуктами, и кафе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА